Продолжение следует... Вы знаете, хотел бы начать я... Включите, если можно, презентацию. Но начать я хотел бы с того, чего надо заканчивать обычно, но начну с этого. Дело все в том, что я хотел поблагодарить вас за ваше участие в вашем решении помочь в той стране, о которой мы говорили, для того, чтобы там сделать эту площадку, детско-спортивную площадку. Вот, и слава Богу, вы пожертвовали 2409 долларов, братья и сестры. Слава Богу! Один Бог знает, сколько чего и как, но это деньги, которые Бог приготовил в ваших карманах. Я очень радуюсь того, что могу быть проводником этого. Также, перед тем, как я начну говорить о вот таком очень высоком и очень серьезном, вот, хотел просто вас пригласить. Здесь было вот недавно решение, ну, Совета Альянса о том, чтобы 6 по 8 мая 2022 года в городе Спринфилд, церковь, где пастор Горобинский Николай Григорьевич, та и церковь будет проходить форум служителей всех рангов. Это служители пасторы, сопасторы, диаконы, руководители молодежи, руководители различных служений, такие как лагеря, детская воскресная школа, пение и тому подобное. Для вас будут специально готовиться прекрасные семинары, поэтому, не знаю, увижу вас больше сейчас или что, но я должен был это сказать. Ну, а теперь будем говорить о вот том, в чем вот таком высоком, о горнем помышляете. Когда организаторы этого, этой конференции сказали, брат, вот так и так, ты будешь проповедовать на эту тему. Я на нее глянул, думаю, да, это же так хорошо. Вот, а когда подошло, вот, и сейчас выхожу, я уже пересмотрел, один, два, три, двадцать, пятьдесят раз уже пересмотрел все, что приготовил, даже отдал туда вот это все. Но я вам хочу сказать, что ничего у меня не получится, наверное. Почему? Потому что, не знаю, об этом нужно особо что-то. Мало того, мне еще сказали, ты должен будешь в конце сделать призыв. Я сказал, ну, конечно, я сделаю, что, и пару текстов Писания даже приготовил под этот момент. Но я вам скажу, ничего у меня не получится. Поэтому я хочу обратиться к вам. Коль уж я сюда вышел, все равно нужно будет говорить. Вот, я хочу, чтобы Господь взял мои уста, мои мысли, и Духом Святым вложил к вам. Потому что я сам ничего не смогу сделать. И тогда, когда будет призыв, даже если я позву, это не будет эффективно. Но если Дух Святой будет стучать в ваше сердце, вы просто будьте внимательны. А всех остальных прошу, молитесь. Молитесь. Вот кто-то сказал, я не люблю молиться вслух, вот как раз-таки сейчас слух и не надо про себя. Пока я буду говорить. Молитесь о тех, кто измучился, о тех, которым тяжело, о тех, которые о горнем не помышляют. Молитесь об этом. Очень трудно говорить на эту тему. Я хотел бы прочитать текст, который был предложен. Не знаю, почему. А, я забыл включить техника. Она то падает, то не включается, то забываю. Но бывают такие моменты. Итак, текст Писания, который сегодня был предложен к этому служению, это Колоссянам 3 глава, 1-й, 4-й стих, с 1-го по 4-й. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. Если Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Вообще, прекраснейший, уникальный текст, который, смотрите, сколько там сладостей. Я, правда, подчеркнул только вот это. То ищите горнего, потому что мне сказали, ты должен этот акцент. А как бы мне хотелось сказать, что где Христос сидит одесную Бога, если вы воскресли со Христом, понимаете? Говорить о Христе – это одна сладость. Я люблю говорить о Христе, потому что это тот, который изменил вообще мое мышление, мою жизнь. Когда-то, когда я уверовал, мои родители, мне надо было им объявить, они сказали, ты можешь без этого? Мы столько для тебя приготовили. Я сказал, не могу, все изменилось. Я верю, кто сидит одесную Бога. Я вообще хочу туда. Знаете, мне так понравилось, что вы все собрались на небо. По моей просьбе, один браток взял несколько купюр, может, парочку, я не знаю, может, по дороге еще подложил туда, вот, и несколько купюр. Какое достоинство, я вам не скажу, но это вам сделает очень хорошо, я вам скажу. И я попросил приклеить какому-нибудь счастливцу вот под сидение. Вот, кто-то из вас сидит, и под вами очень хорошая вещь есть. Не хотите? Вы можете взять. Там несколько купюр. Посмотрите. У каждого из вас кто счастливчик? Ну-ка, давайте посмотрим. Не стесняйтесь, потому что где-то у кого-то есть. Я не знаю, если кто-то нашел, приклеено, нет? Саша, ты приклеил? Точно, да? Я не знаю. Нашел кто-то, нет? Никто не нашел? Ну, что ж такое, а? Нету, да? У кого? Ну, слава Богу, тебе повезло. Я не знаю, никому не говори, сколько там. Пускай это останется тебе. Но, вы знаете, я вам скажу так. Мне сейчас предстоит такая же большая задача. Знаете, я в руках держу 100-долларовую купюру. Вы знаете, у меня есть 3 грамма чистейшего золота. 999-й пробы. Здесь написано о том, что это 3,1 грамма. Если это сегодня перевести, где-то около от 300 до 400 долларов. Вот. Не так давно мне подарили для нашего музея вот кусок серебра. 999-я проба кусок серебра. Это, я спросил, сколько стоит. Долларов 200-300, возможно. Вот так вот, да? Я был в Дубае. И приобрел там вот такой еще кусок. Но он ничего не стоит, несколько долларов. Он просто блестит. Вот это просто кусочек такого золота. И вы знаете, мне сегодня нужно будет об этом проповедовать. Между этим и вот этим. Мне сегодня нужно сказать, дорогие, вот смотрите, я вам предложил поискать серебро. Вы все ищете. Вы знаете, этим занимается сегодня. Все человечество ищет. Но Слово Божие, которое здесь, оно говорит совсем о другом. Ищите горнего. И мне сегодня нужно будет попробовать вам как-то доказать, что же из этих лучше. Поэтому думайте об этом. Я буду зачитывать различные тексты Писания. Буду показывать такие картинки. О чем ты мечтаешь, дорогой друг? Я, знаете, делал опросы, спрашивал у людей. Скажи, пожалуйста, о чем ты мечтаешь? Мечтаю стать, ну, в наше время мечтали стать все космонавтами. Кто-то капитаном мечтал. Редко иногда кто-то мечтал директором или министром быть. Вот. Сегодня о чем вы мечтаете? Кто-то мечтает стать доктором, потому что зарплата, мама дорогая, скажу, так хорошо там платят. Кто-то хочет еще. Вы знаете, я имею две позиции в миссии, в библейской миссии, две позиции, которые даже могут оплачиваться. Я не могу найти на духовную работу, на физическую, сколько хочешь. Люди желают заработать как можно больше денег. Когда я говорю, знаешь, если ты придешь работать в библейскую миссию, ты богатым не будешь. Знаешь, но ты голодным не будешь. Ты не будешь раздетый. Знаешь, ты не будешь чего-то, но ты будешь счастливый. Вы знаете, мало кого, знаете, кого-то это прельщает. Слово Божие как-то говорит о том, что, знаете, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей. Потому что очень многие хотят искать вот этого всего, золота, чтобы отдать. И история показывает. Когда-то была золотая лихорадка здесь, в Калифорнии. И знаете, в Сан-Франциско, в эту бухту приезжали корабли с золотоискателями. Откуда они узнали в то время? Не было тогда ни социальных сетей, ничего. Но со всего мира на кораблях плыли. Мало того, знаете, как только приплывали, вся команда сбегала. Корабли стояли пустые. Все искали золото. Как же найти? Вы знаете, от вашей мечты зависит, что будет в будущем. Я прочитаю текст Писания, который написан на Евангелии от Луки. И 12 глава, 34 стих написано. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Так где же все-таки, а какой путь выбрать? Выбрать стать очень успешным? Заработать много денег? Может быть, стать каким-то знаменитым или еще что-то, но тоже чтобы были деньги? Какую дорогу идти? Как много разных вот этих вот знаков, каких я вообще думаю, здесь вообще все так запланировано. Это целая проповедь. Вот так вот берешь, вот туда не ходи, туда не ходи, здесь остановись, подумай, сюда иди, только один путь и так дальше. И вот здесь много-много разных вещей. Хотел бы подарить вам текст Писания, который мне нравится. Он созвучный тому тексту, который мы прочитали в начале. Но он другими словами написан так. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Ну в это не верят. Однажды мне Бог позволил вести молодежную, подростковую конференцию в городе Спокен. Собралось где-то 800 детей. Нужно было проповедовать 7 раз на вот эту тему. Ищите же прежде Царствие Божие. Вы знаете, я думаю, Господи, как это можно делать? Как можно объяснить подросткам искать вот этого, духовного, Божьего, искать Царства Небесного? Мы много сегодня слышали. Но когда предлагаешь, вы знаете, я им сделал это в самом конце. Я говорю, ну что, я вас убедил, будем искать Царство Небесное? И все хором, они знаете, такие, покушали так хорошо, позавтракали. И они все говорят, да, будем искать. Ну хорошо. И я им так предложил. Говорю, ну знаете, я пару купюр вам положил. Вы можете их взять. И к моему удивлению, только сейчас сказали, будем искать Царство Небесное. Я хоть вам этого не говорил. Но они все 700, 800 человек бухнули на коленке и начали все искать. Я говорю, ну вот и приехали. Вы понимаете? Как же вам еще доказывать о том, что Царство Небесное искать? Хотел бы вам еще один текст Писания подарить. Вы знаете, написанный в Евангелии от Луки, 12 глава, с 16 по 21. И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собой, что мне делать? Куда мне собрать плодов моих? И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю больше. И соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей. Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему. Безумец, всю ночь душу твою возьму у тебя. Куда же достанется... Кому же достанется то, что ты заготовил? Итак, будет с тем, кто собирает сокровища свои, они в Бога богатеют. Дорогие, время пролетит очень быстро. Я сегодня не буду стращать, но я знаю, что люди, которые не мечтали умирать, умирали за секунды. Раз и нету. Раз и нету. Я не знаю, даже можно и не подумать, что раз, все закончится. Я помню, это случилось 25 сентября 2015 года. Со мной и с моей женой. Я это рассказывал как-то, но вас, может быть, тогда не было. Вы тогда были подростками или еще какими-то. Но я просто расскажу. А кто-то послушается второй раз. Мы с моей супругой были приглашены на свайбу во Флориду. И мы взяли билет на город Темпу. И вот сели мы в самолет, проходили сквозь первый класс. Вы знаете, заходишь через сквозь первый класс, а первый класс пускают вперед. И вот они сидят там, такие довольные. Вы знаете, кто сидит в первом классе, такие довольные. Я тоже иногда сижу в первом классе, потому что я много летаю, и мне делают апгрейд бесплатно. Я ни разу не покупал, но иногда сижу. И тоже сижу очень довольный. Вы знаете, они такие довольные, когда мы проходили, они так боковым зрением на нас посматривали и говорили, слушай. Ну вот видишь, а я вот и здесь сижу, такая довольная. Слава Богу. Мы сели сзади, буквально комфорт-пласс был следующий. Мы сели там, я еще посматриваю, как другие проходят все. Они тоже посматривают. И в этот момент им соки раздают. Они берут эти соки, важно пьют, на нас посматривают. Ай, в чем у нас тут? Нам-то не дают, а им дают. Понимаете? Ну вот мы взлетели. И еще набирая высоту, вдруг мы обратили внимание, что стюард или стюардесса, она что-то побежала оттуда-туда, в конец. А потом оттуда-обратно. Вы знаете, что-то забегали туда-сюда, одна, другая. Вообще такого никогда не было. Обычно всегда пристегнутые сидят. И вдруг, знаете, так я почувствовал какой-то вот запах необычный. И вдруг командир корабля объявляет и говорит, у нас имя Ожинси на борту. Наш самолет загорелся. Вы знаете, это тот самолет, не который вот там летит, а в котором и я лечу. И вот тут ощущения, конечно, совсем другие. Я глянул на свою жену. Вы знаете, я ее очень люблю. Я не знаю, вы познакомились с моей женой. Она там стоит около столика библейской миссии. Знаете, я глянул, я ей сказал, Люба, я готов. У нее появилась слеза. Она сказала, я готова. Знаешь, сказать о том, что я не боялся, я не могу этого сказать. Единственное, что у меня было, это просто покой на моей душе. Я взял руки, ее в свои руки. Как-то пришурился, понимал, что баки полные бензина, а мы сидим в этом самолете. И капитан корабля говорит, мы попробуем сесть. Вы знаете, мы помолились, а самолет оставался все еще целый. Но после молитвы, когда я открыл глаза, я посмотрел в первый класс. Они уже не сидели так довольные. Они сидели, знаете, никто из них в этот момент... Я просто, я ожидал, что они все-таки хотя бы взглянут на свой кошелек. Сколько там денег? Я не видел, никто ни один не открыл свой кошелек. Все смотрели на потолок этого самолета, что-то хотели там рассмотреть. Кто-то руками трес, кто-то еще что-то, кто-то плакал. Знаете, все мы ожидали посадки. Я никогда не думал, что так долго разворачиваются самолеты. Когда мы уже увидели огни опять аэропорта, аэропорт полностью весь был в огнях. Везде стояли пожарные машины. Я скажу вам, я никому не желаю, чтобы кто-то из вас пережил это, и не желаю сам. Но просто хочу сказать, я не видел тех людей, которые в тот момент думали о деньгах. Они думали о Боге. Знаете, что же нам делать? Что нам есть? Что нам пить? Или во что одеваться? Прозвучал текст Писания. Что же нам вообще делать? Поискать? Давайте поищем. Может быть, мы посмотрим. Может быть, кто-то будет употреблять какие-то приборы, чтобы найти, как правильно жить. Кто-то, может быть, еще что-то. Кто-то, может быть, будет ублажать себя такими явствами. Если бы у меня было сегодня время, Антон меня предупредил, что у меня 25 минут, или потом уже добавил еще 5 минут, а потом уже сказал, знаешь, дядя Костя, уже сколько надо. Ну, понимает, что делать. Но я скажу, я бы вам рассказал. Вы знаете, как это вкусно? Это лам-чав. Я вам скажу, это так вкусно. Возможно, вы ищете это. Может быть, вы ищете вот это. Может быть, это. Я не знаю, что вам нравится, что вы в жизни, чему вы себя посвятите. Может быть, таким, всяким заморским вещам. Но я хочу вам подарить текст Писания. Я просто немножко пролистываю. Понимаю, что вы устали. И я понимаю, что сейчас вы молитесь о том, чтобы Дух Святой действовал в людях, потому что они должны оценить, что им искать. Горнего или земного. Впереди жизнь. Чему посвятить себя. Мне так хотелось бы, чтобы вы посвятили себя Богу. Потому что я поверил вот этому. Знаете, почему мне в самолете было легко? Потому что я поверил этому. Я все время искал это. И я счастлив был. Я имел твердую опору. Читаю. И сказала ученикам своим, посему говорю вам, не заботясь для души вашей, что вам есть не для тела, во что одеться. Душа больше пищи и тело одежды. Знаете, это просто... Ну, я прочитаю один текст. Один текст. Это не текст Писания. Это просто письмо одного человека. Его все знают в мире. Его звали Стив Джабс. Когда он заболел и лежал в больничной кольке, когда ему оставалось всего несколько, несколько времени, дней или недель, до этого он написал письмо, либо прочитал, продиктовал. Ему написали. Я хотел, чтобы вы его послушали. Я пришел к вершине успеха в бизнесе. В глазах других моя жизнь была символом успеха. Однако, помимо работы, у меня мало было радости в жизни. На данный момент лежу в кровати, в больнице, и, вспоминая всю мою жизнь, я понимаю, что все похвалы и богатства, от которых я был так горд, стали чем-то незначительным в неминуемой смерти. В темноте, когда я смотрю на зеленый свет, на оборудование для искусственного дыхания, и слышу все звуки, механики, и я чувствую дыхание и близость смерти. Только теперь я понимаю, что, имея достаточно денег, чтобы остаток жизни своей прожить, припеваючи, я понял, что надо было бы следовать другим ценностям, которые не связаны с богатством, должно быть что-то более важнее. Постоянная гонка за наживой превращает человека в марионетку. Это случилось со мной. Богатство, которое я нажил в своей жизни, я не могу взять с собой. Все, что я унесу с собой, лишь воспоминания, связанные с любовью. Вот настоящее богатство, которое должно следовать за вами, сопровождать вас, давать вам силы идти дальше. Это любовь. Любовь способна преодолевать огромные расстояния. Имея деньги, вы можете нанять кучу людей, которые будут возить вас, делать что-то по дому и на работе, но никто не возьмет ваши болезни на себя. материальные вещи, которые вы упустили, еще можно найти, заработать, отыскать, но есть одна вещь, которую никогда не найдешь, если ты ее потеряешь. Это жизнь. Неважно, сколько вам сейчас лет и чего вы добились, у нас у всех наступит день, когда занавесь опустится вниз. Спешите любить, сказал Стив Джабс. Я продолжу некоторые вещи, которые, может быть, ваши мечты сейчас рушатся внутри, может быть, вы мечтали построить такой замок, а может быть, построить такой замок, а может быть, вы хотели быть вот таким человеком. Понимая это, понимая о том, что вы заработаете вот такую кучу денег, то я вам скажу, я видел много людей, которые покупали дорогие кровати, но не могли на них спать, которые покупали много книг, но не получали мудрости. Они могли купить много еды, но не могли приобрести аппетит. Приобретали украшения, но не красоту. Они покупали дом, но уют не могли в нем купить. Лекарства, но не здоровье. Роскошь, но не благополучие. Развлечение, но не счастье. Крест, но не спасение. Церковную скамейку, но не небо. Знаете, когда-то, может быть, у вас будет слава, может быть, еще что-то. Но хочу сказать, дорогие, о том, что моя когда-то такая пословица была. Торговали, веселились, подсчитали, прослезились, чтобы не получилось так, как прожитая жизнь. Знаете, я люблю картины очень сильно. Я не собираюсь сегодня говорить о картинах просто одного человека, который лежит посредине. Это человек-атлет. Нарисовал эту картину Федор Бруни. Эта картина находится в Эрмитаже, Санкт-Петербург. И он нарисовал и описал этого человека. Человек, который посвятил свою жизнь такому накачиванию, такому счастью. Он хотел в этой жизни добиться, быть досталось. И такое, знаешь, такое, сикспексы и тому подобное. Такое, знаешь, бицепсы, трицепсы и тому подобное. Но знаете, когда получилась вот эта вот вещь, когда укусила его змея, и он умирает, если ближе посмотреть, я видел эту картину в оригинале, то там такой оскал на зубах. Аж чувствуется, как будто бы зубы скрежатат. Понимаете, как будто ты слышишь этот звук скрежет с зубов. И Федор Бруни описал этого человека и сказал, этот человек проклинает Бога. В тот момент, когда Моисей зовет и говорит одной рукой, дорогие, идите сюда, посмотрите на Иисуса. Ищите же Царство Небесное, идите сюда. И знаете, он скалится и говорит, проклинает Бога, потому что это не в Его было правилах. Знаете, хотел бы, перед тем, как буду звать вас на то, чтобы мы с вами помолились, я хочу несколько моментов, несколько текстов, которые Господь положил на сердце. Я не знаю, что они будут делать в вашем сердце. Вы помните, я просил, и я просил, и вы молитесь о том, чтобы Дух Святой действовал. Не знаю, почему Бог положил, но когда я молился, Господь положил на сердце, вот это место записать. Евангелие от Матфея, 6 глава, 24 стих. «Никто не может служить двум господам, ибо одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Хотел прочитать еще один текст Евангелия от Марка. «А Дух Святой работает в ваших сердцах», который написал в 8 главе, 36 стихе, написано, «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит». Вы знаете, однажды я просто эту историю, которая мне нравится, это просто интереснейшая история, которую мне дал возможность Бог видеть этого человека. Я был когда-то в Южной Африке, и был в городе, самый такой красивейший такой город, там, знаете, Кейптаун, и встретил там одного человека, около Кейптауна живет человек, который в свое время, вы знаете, ему предлагали вот это все. Вот точно так же предлагали вот это, и родители говорили вот про это. Когда он выходить на улицу, ему говорили, «Ну, как ты пойдешь в Макдональдс, если у тебя будет только это? А вот это же нужно!» И знаете, он кого, думаете, он послушал? Он послушал тех людей, которые говорили ему, «Друзья, ищи вот этого!» А не послушал родителей, которые говорили, «Ищи горнего, сыночек!» Он выучался, получил шикарную работу. Вы знаете, он стал руководителем одного из рудников, которые добывали алмазы, с которых делают бриллианты. И вот он, знаете, смотрел, когда идут один за одним эти алмазы, и ему удалось, знаете, и он так захотелось иметь эти алмазы себе, он начал их воровать. Он воровал, как-то обкрутил эту историю, все так, ну не знаю, он еще стал довольно богатым человеком. Но вот однажды он услышал проповедь Евангелия, потому что он всегда мучился в своей душе, потому что был вор. Потому что был вор, вучился, мучился, и вдруг вот однажды один евангелист думает, «Да пойму и скажу ему про Бога!» И сказал ему про Бога. И вы знаете, тот принял, и он встал на колени, и так просил у Бога прощения, потому что душа измучилась. Возможно, ваша душа тоже измучилась. Вы знаете, может быть, вы приобрели в этой жизни уже что-то, но душа уже болит, как болит у этого человека. Его звали Джордж Уж. И знаете, когда он пришел такой счастливый, довольный после покаяния, такой мир наступил, но продлилось это недолго. Я спросил, сколько приблизительно времени? Он сказал, где-то месяца 3-4. Через 3-4 месяца он читал всегда Библию, и вдруг наткнулся на одно место, написано, что воры Царствие Божие не наследуют. Когда он посмотрел все, что вокруг него, кругом, все воровано. Я не знаю, что в твоей жизни может быть то же самое, когда ты глядишь на свою жизнь, что она оказывается другая. Он не смог спокойно жить, он не знал, что делать. Я спросил, сколько времени это заняло твое размышление? Это заняло еще где-то 3-4 месяца. И тогда он продал все, что у него было, все, что он своровал. Он назначил аудиенцию той компании, в которой он работал. Они собрались в совет директоров, и когда он туда пришел, он принес, он привел с собой коляску. На коляске лежали деньги. Это не было 100 долларов, это не было 100 тысяч, это не было миллион, это были миллионы долларов. Он принес и сказал, вы знаете, я ищу Царство Небесное, а вот это все я украл. Я не могу это с собой взять. Я не попаду. Вы можете меня посадить, что хотите со мной сделайте, но я не могу. Понимаешь, для меня Царствие Божие, оно лучше, горнее, небесное, оно лучше в много раз. Читаю еще один текст Писания, который мне очень нравится. Псалом 36-25 стих. Я был молод и состарился, и не видел праведника, оставленным и потомков его, просящим хлеба. Я на служении уже 12-й год, full-time ministry. Когда я шел сюда на это служение, я довольно хорошо зарабатывал. Но знаете, когда Бог позвал, мне было трудно, но я согласился. 12 лет. Я себе задавал вопросы. Дети мои задавали вопросы. Папа, как мы жить будем? Я вам скажу. Я не был богатым. У меня вот это золото, которое подарили, но это будет в музее лежать. Это золото, которое мне подарили, оно тоже будет в музее лежать. Вы знаете, ну, это мои, возможно, я использую их, но тоже, возможно, на дело Божие. Знаете, хочу сказать о том, что я ни разу не был ни голодным, ни раздетым, но все 12 лет я был очень счастливым человеком. Я каждому желаю вам пережить то, что я пережил в своей жизни. Я такой счастливый. Знаете, прочитаю еще одно местописание. Это Римлянам, 14-я глава. Так, это, наверное, наверное, уже не то. Так, ага, вот это, наверное. А чего он не щелкает? Ну, наверное, хватит. Я прочитаю Римлянам, 14-я глава, 17-й стих. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе». Но, тем не менее, все-таки так хотел бы прочитать еще один текст. Если можно, он называется «Открой глаза». Если вы сможете там операторы подвинуть, это я не знаю, техника всегда подводит. Но Слово Божие Бог никогда не подводит. Я прочитаю. С этими словами я хотел бы несколько моментов просто пригласить. Смотрите. Четвертая книга Царств, 6-я глава, 15-17 стих. «Поутру служитель Человека Божия встал и вышел. И вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал слуга ему его, увы, господин мой, что нам делать? И сказал он, не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которых с ними. И молился Елисей, и говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот, вся гора наполнена конями, колесницами и огненными в кругом Елисея. Я так радуюсь, что я могу сегодня молиться за вас. Я буду молиться, чтобы Господь открыл вам глаза, чтобы вы увидели духовными глазами эту жизнь. Я не видел богатых, таких сильно богатых людей, которые были бы счастливы. Я не говорю, что я проповедую нищету, дай Бог вам иметь много богатства и быть очень счастливыми людьми. Я так бы хотел, чтобы Господь благословил каждого из вас, потому что, зная, что некоторые из вас имеют переживания. Кто-то сегодня ждал этого момента, когда скажут, дорогой, иди сюда, давай с тобой начнем новую жизнь. Я не знаю, будет ли щелкать. Знаете, возможно, ты увидишь то, что ты раньше пил и желал, и тебе сегодня предлагают, возможно, ты остановишь это и скажешь, извини, мой колодец, я оттуда пью, это моя жизнь, я не хочу, чтобы это входило в мою жизнь. Может быть, ты увидишь, что ты уже связанный по рукам и ногам разными вещами, я не знаю, что именно в твоей жизни, не знаю. Может быть, тебе сегодня очень комфортно, как вот этому мышонку в пасти у змеи. Она сидит, ей теплышко там, хорошо, но, возможно, и уютно. Но я скажу тебе, дорогой друг, если тебе даже и уютно там, я все равно тебе предлагаю, чтобы ты подумал о горнем, о небесном, подумал об Иисусе Христе, подумал о нашем Господе. Знаете, другой такой момент сегодня, это мой призыв, это то, что я приготовил, сказал, дорогие, сегодня я подобно вот вместе с братьями здесь, вот как мы держим этот батут, все горит вокруг. Ты знаешь, и написано, если вы считали этот текст, что нет другого имени под небом данного человеку, которым надлежалось бы спастись. Это имени Иисуса Христа. Я сегодня хотел бы позвать тебя, дорогой друг, к Иисусу Христу и еще раз тебе сказать, прыгай, пока не поздно, потому что может оказаться, я не хочу стращать, но это я знаю, сколько людей, которые не успели в своей жизни. И мне так больно, за некоторых плачет мое сердце, за некоторых плачет, потому что я им не сказал, я, может быть, не был им примером, но сегодня я и живу, и сколько у меня есть возможностей, я буду умолять вас, если надо, буду вот так вот тянуть вас, просить и уговаривать, почему это все происходит, то только потому, что мы попробовали, вкусили и узнали, как благ Господь. текст Писания, который я хочу, чтобы у вас остался, и когда мы сейчас будем молиться, я не знаю, есть ли возможность, чтобы мы хотя бы гимн или два спели, вы имеете пару гимнов спеть, давайте, если можно, а вы, пускай в вашей жизни, в вашей голове, в вашем сердце, в ваших мечтах звучат те тексты, и этот текст, ищите же прежде Царствие Божие, может быть, тебе это хочется искать, может быть, здесь вкусней, а здесь счастливей, я не знаю, какой ты выберешь, но я буду молиться о тебе, дорогой брат, дорогая сестра, и если у тебя есть это решение, то во время пения ты можешь выйти сюда, и мы вместе с тобой помолимся, я не могу уговаривать вас, я только лишь прошу, Дух Святой, работай в сердцах людей, ты знаешь, потому что ты любишь, ради них жизнь отдал, дай, чтобы они мечтали туда попасть, где ты, потому что ты приготовляешь там место, и ты ожидаешь этого, и говоришь, как бы с небес, дорогие, ищите же прежде Царствие Божие, остальное приложится, но это важней, давайте споем, давайте мы вставшие, и у кого есть желание, вы можете выходить сюда, и мы вместе с вами помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,